МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня. В студии Артём Гарнов. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. Ведение боя в городских условиях. На Тотском полигоне прошли учения. Военнослужащие готовятся к отправке в зону специальной военной операции. Дополнительные меры поддержки для резидентов ТОСР. После обращения к генпрокурору аренда земельных участков для предприятий снизили почти в два раза. Готовности школы южного поселка принять учеников из строительства дороги Дублера. О чем еще шел разговор на заседании правительства области. Аграрии области приступили к Севу-Азиму. Каким хозяйством стоит поторопиться, чтобы использовать оптимальные условия? В областном центре побывали родственники Мусы Джалиля. Семья героя Советского Союза сохраняет память поэта. Сборная России победила в играх стран СНГ. Свой вклад в общий успех внесли и аренбургские спортсмены. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали ведение боя в городских условиях. Солдаты и офицеры готовятся к отправке в зону специальной военной операции. Практические действия прошли на ТОСКОМ полигоне. По замыслу противник занял оборону в разрушенных зданиях. Для блокирования захваченных сооружений и уничтожения боевиков вышла штурмовая группа под прикрытием бронетранспортера БТР-82А. Сосредоточенным огнем из автоматов АК-74, пулеметов-печенек, гранатометов РПГ-7В, мотострелковое подразделение уничтожило условного противника, зачистив здание. При ведении учебного боя личный состав отработал элементы тактической стрельбы, используя для укрытия стены, сооружений, колодца и окопы. Боевая подготовка. Мы как бы не к дяди едем. Мы не к дяди на пирожки едем, а мы едем защищать Родину, помочь. Помочь нашим парням одержать победу. В практических действиях приняли участие более ста военнослужащих. Было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники. Дети поселка Городище Перевальского района ЛНР получили игрушки, собранные в Оренбурже в рамках благотворительной акции «Подари игрушки, получи улыбку». Совет женщин Оренбургского района передал 25 коробок с игрушками и развивающими материалами местному центру комплексной поддержки. Мы продолжаем сбор гуманитарной помощи. По грузке идем. Это вот передали наши друзья, Совет женщин Оренбургской области и в том числе Совет женщин Оренбургского района для школ и детских садов Перевальского района. Работа продолжается. Спасибо. Победа будет за нами. Волонтеры центра комплексной поддержки доставили этот груз в Луганскую народную республику. И теперь подарки из Оренбургского района обрели хозяев. Юные жители поселка Городище Перевальского района передали слова благодарности всем участникам доброй акции «Подари игрушку, получи улыбку». В настоящее время Советы женщин-муниципалитетов Оренбургского района продолжают благотворительный сбор портфелей канцелярских принадлежностей для школьников Перевальского района в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Собранные школьные принадлежности к началу учебного года отправят адресатам в Луганскую народную республику. Мы продолжаем. Предприниматели территории, опережающего социально-экономическое развитие Оренбургской области, получили дополнительные меры поддержки. После обращения к генеральному прокурору России Игорю Краснову, который работал в нашем регионе в июне, удалось снизить аренду земельных участков для предприятий почти в два раза. 23 июня генеральный прокурор Игорь Краснов провел в областном центре встречу с предпринимателями региона. Тогда к руководителю федерального надзорного ведомства обратился директор Новотроицкого садового завода Евгений Кошкин. Бизнесмен рассказал, что предприятие новое, требует больших площадей. Такую возможность администрация города предоставила. В аренду завод получил 10 земельных участков общей площадью более 5000 квадратных метров. Однако арендная стоимость составляет 10 миллионов рублей в год, что не позволяло предприятию расширить производство. На данный момент мы уже вышли на мощности. Работает порядка 500 человек сейчас. Но вопрос в том, что для того, чтобы бизнес был рентабельный, арендная плата очень высокая. Хотелось бы посмотреть вопрос об уменьшении арендной платы. Прокуратура обратилась письмом в администрацию Новотроицка. В результате был установлен понижающий коэффициент при расчете арендной платы за муниципальные земельные участки, которые были предоставлены резидентам без проведения торгов. Общий размер экономии составит более 4 миллионов рублей в год. В школе Южного поселка Оренбурга 1 сентября все-таки произвенит звонок. Параллельно улице Чкалова состроится дорога-дублер с развязками. И смертность в Оренбурге снизилась на 5%. Об этом и не только шла речь на заседании областного правительства. Доклады министров слушала и наша съемочная группа ОРТ Александр Криволапов и Игорь Бероев. Губернатору поступило полтора десятка обращений от родителей учеников школы в Южном поселке. На доклад по видеосвязи был вызван глава Оренбурга. Сергей Салмин успокоил и главу региона, и родителей школьников. В целом по области показатель смертности снизил. Цена на 5% по сравнению с прошлым годом. Умерло на 700 человек меньше, чем за аналогичный период 2022-го, отмечает министр здравоохранения Татьяна Савинова. Однако есть территории, в которых этот показатель вырос. Умирает трудоспособное население. Распространенными причинами являются алкоголизация и травма. У кого произошел рост? Адамовка на 9%. Бургусланские районы. Одно из самых высоких получений на 16%. Город Миногорск совершенно безобразный показатель. Страй рост на 3%. Грачевка рост на 9%. Курминовка рост на 10%. Новооск рост на 6%. Октябрьский район рост на 8%. Оренбургский район очень смущает. Пошел вдруг рост на 7% сразу же. Татьяна Савина пригласила глав муниципалитетов и главных врачей на детальный разбор сложившихся ситуаций. Министр пообещал принять и кадровое решение там, где ситуация со смертностью бьет рекорды. С сентября в Римбужье заработает система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. На эти цели из федерального бюджета было выделено 33,5 миллиона рублей. Еще более 4 миллионов добавило области. Планируется набрать 160 помощников по уходу. Помощь получат 250 лежачих больных. Пилотными территориями выбраны Оск и Новотроицк. Убирали такие семьи первоочередные, которые могли бы высоветиться люди, пойти на работу, в экономику вернулись. Потому что это важно сегодня в той части области. А третье бы, немножко все-таки количество приема людей и приобретение инвентаря, так назовем, или дорогостоящего, раздвинуть. Сначала закупить, а потом уже добрать. У губернатора нашелся вопрос министру строительства. Денис Паслер интересуется дорогой-люблером в Оренбурге. Город растет, пробки увеличиваются, а анонсированной дороги так и нет. В дублер Гагарина Чикалова устроим. Развязку, касательно обезума, тоже самое проектируют на блокфорту. У нас, так понимаю, висит вопрос по Степана Разина, по выходу. Да, уважаемый Денис Владимирович, у нас нам нужно примыкание улицы Степана Разина к дублеру Гагарина Чикалова. И, соответственно, там же будет примыкание, Денис Владимирович, улицы Набережная, снизу Набережная, да, то есть весь вот этот узел. Ну, я по-большому, что ты понимаешь, там и потенциальный, и мост должен туда выходить. Понимаю, так? Да, да. Все элементы надо, соответственно, учитывать. Да. Ну, да, давайте уже с Минфином решать этот вопрос. Чтобы не заморозить столь необходимый Оренбург самобъект, губернатор требует заявиться на конкурс по разработке проекта не позднее сентября. Один проект по подсчету губернатора может обойтись в полмиллиарда рублей. Александр Криволапов, Игорь Бероев, Новости дня. С 16 августа временно прекращено движение большегрузов на подъезде к селу Аксакова в Бугурусланском районе. В настоящее время на дороге к селу от трассы Бугульма-Бугуруслан-Бузулу-Куральск идет ремонт по нацпроекту безопасной и качественной дороги. Общая готовность объекта составляет более 30%. Движение автомобилей массой более 3,5 тонн будет прекращено на всем участке ремонта. Ограничение продлится ориентировочно до 15 ноября. На местности установлены соответствующие дорожные знаки. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что вы увидите далее в программе. Аграрии области приступили к селу Азиму. Каким хозяйством стоит поторопиться, чтобы использовать оптимальные условия? В областном центре побывали родственники Мусы Джалиля. Семья героя Советского Союза сохраняет память поэта. Сборная России победила в играх стран СНГ. Свой вклад в общий успех внесли и аренбургские спортсмены. Это новости дня. Мы продолжаем. Оренбургские аграрии приступили к селу Азима культур. Для этого в регионе наступили оптимальные агротехнические сроки. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. В Оренбурге одновременно идут посевная и уборка урожая. Парк техники, запасы семян и удобрений, ГСМ. Всего достаточно для нормального хода кампаний. Очень важно провести сев качественно и своевременно. О том, что нужно не затягивать работы в полях и начинать сев, говорили на совещании в Сорочинском городском округе. Министр сельского хозяйства Сергей Балыкин еще раз напомнил главам муниципалитетов, в какие сроки работа должна быть завершена. По сути, сейчас идет задел на будущий урожай. Коллеги, наши оптимальные сроки севы – это 10-15 августа и край 15, максимум 20 сентября. В лидерах – Курманаевские и Грачевские районы. Опасения вызывают те территории, где поля обработаны лишь наполовину. Губернатор обращается к главе Красногвардейского района. Там низкие показатели. Если у вас не обработано или обработано всего 40%, вы когда успеваете? Сегодня число-то помните какое-то, нет? Вам уже надо уже, по сути, приступать к севу. А у вас 40% еще готово. А потом скажите опять – поздно посеете. У вас опять, соответственно, не дай бог, приморозит, опять будет 50% потерь. И все. И второй круг. Для посева озимых под урожай 2024 года хозяйствами региона засыпано 137 тысяч тонн семян озимых культур. Это 85% от плана. Сейчас зерно нужно довести до кондиции, говорит профильный министр. Сдать на анализы и провести химическую обработку. Опасение вызывает доля семян массовой репродукции озимых культур. По области она составляет свыше 20%. А некоторые территории подошли к критическому показателю. Сельхоз, товаропроизводитель Тотского района, необходимо провести сортосмену, сортообновление. У вас 47% массовой репродукции – это очень много. Вот для сравнения… Не просто много, это критически много. 21 по области, значит, а здесь вот 47, конечно, с этим надо работать. Тем более есть, где взять семена. Репродукция семян влияет на урожайность озимых. И к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью, говорят специалисты. Там, где соблюдаются все условия, работают с минеральными удобрениями, проводят положенные работы качественно и в срок, получают урожайность 50 сантиметров с гектара и выше. На сегодня в Оренбурге создано 43 семеноводческих хозяйства, которые проводят семеноводческую работу, занимаются оригинальным и элитным семеноводством по широкому набору полевых культур. В том числе озимы, яровой пшеницы, ржи, ячменя, нута, сои и проса. Наталья Мороз, Виктор Горшенев. Новости дня. Олени в Оренбургских степях. В Сорочинском городском округе вот уже шестой год живут алтайские моралы. Предприниматели разводят животных. Сейчас на его ферме их уже около тысячи. Как переживают оренбургский климат олени, узнала наша съемочная группа Наталья Мороз и Виктор Горшенев. Олени очень пугливы. Испугать их может любой посторонний шум. Поэтому людей избегают в случае чего сразу разбегаются, издавая при этом характерный звук. Минимальное расстояние, с которым можно рассмотреть этих животных – 25-30 метров. Объектив видеокамеры позволяет поймать всю благородную красоту этих животных. Человеческий глаз вряд ли сможет разглядеть моралов в деталях с такого расстояния. Весь масштаб можно увидеть с высоты птичьего полета. Шум нашего квадрокоптера пугает. Стадо пускается в бега. Разведением оленей мы занимаемся с 2017 года. С республики Алтай мы завезли порядка 100 голов. Из них было большинство маточные, конечно, по голове. И завезли элитный молодняк. Это уже рогачи-производители. И старшее поколение, уже, так сказать, серьезные производители. И потихонечку начали, каждый год докупали, докупали, докупали по возможности финансовой. И так к этому пришли. Морал – олень горного Алтай. Именно из этого края в Сорочинский городской округ их были завезены животные 6 лет назад. Степной климат для них – настоящее испытание. Стараются компенсировать кормом и лакомством. Любят олени морковь и свеклу. Овощи стараются давать им раз в неделю. Здесь занимаются производством пантовой продукции. Срезают панты, то есть рога, которые еще не костенели. Ну а после продают их в Китай, Корею и Сингапур. Каждый год, в период с начала, в конце мая, в протяжении месяца мы начинаем срезку. Срезку пантов. Пант – это еще не окостенелый рог, который имеет в себе определенные питательные свойства, влияющие на суставы организма, ну и потенцию мужскую. Вот, по которой идет все это в медицину. Ну, средняя цена, знаете, она разная. Ну, если взять за среднее число, ну, где-то около 250 килограмм, ой, долларов за килограмм. В планах предпринимателя – расширить стадо, закупить еще моралов, увеличить пастбище. А в мечтах из целебных рогов оленей наладить уже в регионе производство БАДов, настоек и косметики. Наталья Мороз, Виктор Горшенев. Новости дня. В Доме культуры села Тупиковка в Бузулукском районе идут восстановительные ремонтные работы. После пожара, который произошел летом 2021 года, потребовался не тростный капитальный ремонт, а практически восстановление с нуля. Два года назад в Тупиковке пожар практически уничтожил сельский дом культуры. Здесь активно отдыхала молодежь на дискотеках, дети посещали творческие кружки. Но огонь не пощадил ни здания, ни имущества. И вот сегодня завершается восстановление фундамента – стен и кровли. Строители установили пластиковые окна. На финишной прямой – внешняя отделка. Рабочие завершают заливку отмостки по всему периметру здания. Мы уже видим, здание у нас готово снаружи. Уже радует. И скоро будет радовать внутри. По объему он будет чуть меньше старого – 350 квадратных метров. Я изначально доволен. Начиная с фундамента. Когда вот начали копать метр, я думал, такой фундамент маленький будет. Потом приехали, забили сваи. Так часто и так много. Поэтому здание здесь устояло, наверное, и трехэтажное. Качеством я доволен, потому что здесь ребята и организация уделяют большое внимание. Все под контролем. Строители утверждают – все делают на совесть. Средства на восстановление выделила администрация Бузулукского района и частная компания, которая работает на территории сельсовета. Часть денег добавили из сельского бюджета. Здание ремонтируют в соответствии со всеми современными требованиями. Здесь компактно разместится зрительный зал на 100 мест. Библиотека, кабинеты сотрудников, косюмерная, санузел и подсобные помещения. Когда сгорел клуб, это была такая большая трагедия в нашем селе от мала до велика. Сейчас сельские дети с нетерпением ждут открытия Дома культуры после реконструкции. Для них здесь всегда были занятия по душе. Очень скучает. Они не дождутся, когда откроется новый клуб, начнутся опять работать. Наши кружки, мероприятия, что мы будем ездить с ними по фестивалям. И также это взрослые ждут, потому что им негде собраться, попеть. И молодежь тоже. Даже дискотеки. Им некуда сходить. Впереди еще много работы. Необходимо провести все инженерные коммуникации и электропроводку, внутреннюю отделку, а также обустроить территорию вокруг. Но уже сейчас понятно, что и после реконструкции здание снова станет центром притяжения, к которому будут относиться с такой же любовью, как и к прежнему. В Оренбург приехали потомки поэта Мусы Джалиля. Визит дочери, внучки и правнучки великого автора состоялся благодаря инициативе сотрудников Музея-квартиры Героя Советского Союза в Казани при поддержке Благотворительного фонда Евразия и правительства Оренбургской области. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Я русский. Я русский солдат. Он ненадолго ожил. Усад Джалиль. Реальный герой, патриот, великий поэт. Его образ в своем произведении воплотил оренбургский драматург Павел Рыков. А затем пьеса «Позови меня в прошлое» была поставлена на сцене Драматического театра имени Горького. Она особенно актуальна сегодня. Эпизод, в котором появляется знаменитый автор, длится всего минут 10. Пленный Джалиль разговаривает с воплощением вселенского зла. Это фашисты, это те, кто пытались его втянуть. В противостоянии с Красной Армией, с Родиной. Главный зритель в зале сегодня – Чулпан Залилова, дочь Мусы Джалиля. Она словно заново переживает тот день, когда отец ушел на фронт. За эти мгновения она очень благодарна авторам. Найти вот такое понимание, такое уважение, такое сочувствие, действительно, это дорогого стоит. Безграничный талант Джалиля передался его потомкам. Внучка Татьяна и правнучка Елизавета – музыканты. Тем, кто пришел в Голубой зал драм-театра на творческую встречу с семьей героя, повезло услышать их мастерство. Это от меня очень понравилась ответственность, быть потомкам, быть, можно продолжать его музыкальное дело. После небольшого концерта гости ответили на вопросы о семье, о творчестве поэта. Затем была автограф-сессия. Чтобы постичь гений и величия Мусы Джалиля, достаточно открыть его маабитские тетради. Одни строки вызывают улыбку, другие принимают до мурашек. Поэта не стало 25 августа в 12 часов 18 минут. Но даже стоя на краю гибели, он сумел донести до потомков главные слова о родине, свободе и любви. Из Оренбурга гости отправятся в Орск, где посетят Кривический музей и другие места, связанные с памятью великого поэта. Елена Фурсова, Дмитрий Картус. Новости дня. О спорте. В Беларуси завершились вторые игры стран СНГ, которые убедительно выиграла сборная России. Свой вклад в общий успех внесли и оренбургские спортсмены. Первый такой форум два года назад принимала Казань. Сейчас 10 белорусских городов предоставили свои арены для соревнований по 20 видам спорта, в которых приняли участие более 2000 атлетов из 22 стран. В общей сложности было разыграно 245 комплектов медалей. Выступали как взрослые профессионалы, так и перспективные юниоры и резервы национальных команд. Для участников игр были установлены безвизовый въезд в Беларусь, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие льготы. По итогам 10 соревновательных дней медальный зачет с большим отрывом выиграли россияне. Свою лепту в общий триумф внесли наши землячки, причем все выступали в различных видах единоборств. Бузулугская самбистка Жанара Кусанова стала сильнейшей в супертяжелой весовой категории. Оренбургская дзюдоистка Надежда Мишенькина добыла золото в командном турнире и бронзу в личном. И в женской борьбе Венера Нафикова продолжила традиции Пономаревской школы, став бронзовым призером игр. Всего россияне завоевали 288 наград, из которых 149 – высшие пробы. В три раза больше, чем у занявших второе место хозяев соревнований. На третьей строчке общего зачета Узбекистан. Следующие игры СНГ пройдут через два года в Азербайджане. Анатолий Юденич, Егор Катаев, Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте орттв.ру, а также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию. По номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok